О работе. Реальную помощь жителям Приморья приносит проект задело.рф. Сюжеты, снятые по нашим обращениям и запросы, которые мы отправляем в различные структуры, заставляют органы власти решать проблему людей. Главной темой обращений на портал задело.рф за прошедшие две недели стали детские площадки. Участки, на которых играют и гуляют маленькие дети, зачастую находятся в удручающем состоянии. Ржавые горки, поломанные качели, вместо мягкого покрытия камни и гравий. Иногда площадка и вовсе отсутствует, так как превращена в место для выгула собак или парковку. Вот здесь, например, играют дети из дома номер 8 на улице Шилкинская. Все элементы явно устарели и требуют ремонта. Инициативная группа родителей занимается вопросом, но добиться результатов пока не удалось. Проблема наблюдается не только на материковой части Владивостока, но и на островной. Так, в поселке Старк на острове Попова нет ни одной современной безопасной детской площадки. Жители вынуждены были сделать площадку сами, но и та уже требует ремонта. Не менее актуальна для Владивостока тема ЖКХ. Уже долгие годы жители дома номер 35 по улице Добровольского не могут добиться ремонта крыши. Во многих квартирах стены и потолок в грибке, а жители девятого этажа во время дождей собирают воду ведрами. А вот на улице Щитовая целый список проблем, актуальных для всего района. Разбитая дорога, по которой невозможно проехать. Отсутствие уличного освещения. Старая канализация. Ее не ремонтируют уже много лет. Плохая телефонная связь и интернет, даже отделение почты и то недавно закрылось. Решать проблемы жителей также никто не спешит, поэтому горожане обратились на портал задело.рф. Схожая ситуация на улице Сочинская. Ни нормальной дороги, ни освещения, ни автобусного сообщения. Но здесь работа портала задело совместно с программой Сталкер уже принесла результаты. В мае вышел сюжет, в июне начался ремонт. 23 июня дорогу засыпали асфальтовой крошкой. Теперь ездить по Сочинской стало гораздо комфортнее. Хотя понятно, что такой ремонт мера временная. Район лишь недавно из Министерства обороны передали муниципалитету. На капитальные ремонты, на оборудование освещения, тротуаров, остановок и ливневок деньги в бюджете будут заложены только в следующем году. Тогда, по идее, и проблема с качеством дорог на Сочинской будет решена окончательно. Вы тоже можете решить проблемы своего дома или своего микрорайона при помощи портала задело.рф. Зайдите на сайт, заполните заявку, прикрепите фото и видео, подтверждающие ваши слова. Мы отправим депутатские запросы в контролирующие органы. При необходимости на место выйдет съемочная группа программы Сталкер. Портал задело.рф задумывался и создавался как средство решения проблем жителей. Органы власти очень часто ссылаются на то, что по тем или иным поводам к ним никто не обращался, и поэтому они ничего и не делали. Жесткая фиксация обращений и рассылка по ним запросов лишает возможности чиновников использовать такие отговорки. Но цель создателей портала – это не только пересылка обращений органам власти, но и решение проблем. И нам в этом плане необходима помощь активных граждан. Во-первых, для выявления актуальности того или иного вопроса присоединяйтесь к проблеме, нажав на соответствующую клавишу. И во-вторых, если вы считаете, что можете помочь в решении того или иного конкретного вопроса, в комментариях оставляйте соответствующую запись. Помните, только сообща мы сможем решить проблемы края. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...